Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима, и мы давненько не смотрели какие-либо пасхалки, поэтому погнали смотреть на канал Никиту на 28 пасхалок в играх. Перед началом не забудь подписаться на мой канал, если ты всё ещё не подписан, ведь у меня цель 200к до следующей зимы. Обязательно жмякни подписочку, и ты поможешь мне прийти к этой цели. А также забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция стрим летсплей. В общем, залетай, сам всё увидишь, и погнали смотреть видос. Мы все проходили мимо горки в играх и сразу же пытались прокатиться. Я не помню ни одну игру с горкой, кроме Poppy Playtime. Там без выбора, в девятой части ты должен был спуститься по горке в один из уровней, где вот это солнце, луна тебя... Как бы так сказать, культурно. Мучили. Обычно это не срабатывает, если вы только не играете в Resident Evil 6. Привет, я Никитун, и это 28 секретов в играх. Приятного просмотра. Талос Принц был полна пасхалок, вроде вот этого лома из Half-Life. Это уже сама по себе неплохая отсылка. Но этим ломом можно разломать таинственную дверь, которая приведёт вас в музей коробок. Тут есть и куб-компаньон из Portal, и земля из Майнкрафта, и ящик из Half-Life. Ну и ещё целая куча всего. А любой фоноскоп-бьюти помнит знаменитую концовку Modern Warfare 2, в которой вы засаживаете Шепарду нож в глаз. Да, спойлеры, но этой игре уже 15 лет. А я так и не видел этой концовки. Что ж, видимо, сама судьба, говорит Дима, так и не посмотришь. В общем, это задание происходит на карте Rust, которая в своё время стала мультиплеерной. Да, я вот именно вра... Что-что в мультиплеер я рубал, а этот не проходил. Версии 23-го года Слэджхаммер добавили в неё тайную отсылку. Если внимательно присмотреться, то можно отыскать череп генерала Шепарда, в котором до сих пор торчит нож. На Rust все носятся, как угорелые, так что череп легко не заметить. А в American Track Simulator вы слишком заняты вождением, чтобы... Я чуть-чуть ностальгию поймал, я вспомнил, как я рубал. Заходил на какой-то пиратке, на какие-то сервера. И там реально много народу сидело до тех пор, пока не начали выпускать читы. И это, конечно, всё. Буквально сломало весь геймплей в эту игру и больше не хотелось играть. А так классно было, там так душевно, так... Ну, кроме того, что вы стреляете в друг друга. Осуждаю этот момент. Поэтому я когда скачал себе Call of Duty Mobile, я поймал ностальгию. Некоторые карты, которые были в МВ-2, перенесли, вот мультиплеерные, перенесли туда. Там с самолётом было точно такая же. Я прям, знаете, скупую слезу пустил. Чтобы искать пасхалки. Но это не значит, что их нужно игнорировать. Есть шансы, что вы проезжали мимо фермы Кентов, не замечая, что висит у них во дворе. На верёвке для белья там сохнет... Стюм Супермена. А вот персонаж, который чуть менее популярен, это Железяка. Вы можете его любить или ненавидеть, но персонажи Borderlands 2 определённо не любят находиться в его компании. В игре есть побочное задание, в котором Железяка устраивает вечеринку в честь своего дня рождения. Естественно, вы должны пригласить гостей. Так что какое-то время вы будете ходить и раздавать приглашения разным персонажам. Все они откажутся, но Железяка об этом не узнает. Вы можете решить не приходить на вечеринку, но если вы всё же придёте, она будет очень унылой. Отлично! Гости должны прибыть с минуты на минуту! Это даже очень грустно получается. Я в Borderlands играл по сети. Ну, я не знаю, предусмотрена ли там сеть, ну как бы сетевая игра, кооперативная. Но мы каким-то образом подключились, я помню, через хамачи. Ну, то есть, вы понимаете, это было сложно, но мы это сделали. И когда нужно было уходить из одной локации в другую, один из нас ушёл, а второй нет. Почему-то игра считала, что он не прошёл финальную миссию. Ну, то есть, хотя он по факту её прошёл, ему почему-то не засчитало и у него не открывало двери. Всё, на этом игра в Borderlands закончилась. В GTA 5, если вы залезете в подлодку и доберётесь до максимально допустимой глубины, то стенки вашего транспортного средства буквально начнут сминаться от давления. Это можно наблюдать в реальном времени. Этой игре, кстати говоря, уже более 10 лет. Обожаю такие секреты. И всегда немного... В смысле, больше 10 лет? GTA 5? Больше 10... 5? В смысле, её релиз был в 2013 году! Я не верю, ребята, я в это не верю, отвечаю. Хотел стать тем, кто их создаёт и добавляет в игры. Это безумно интересно. Если вы тоже хотели или хотите попасть в геймдев... Так. Чик-чик. Рейден NFL 10 тоже больше 10 лет. И я подозреваю, что некоторые из вас очень хорошо умеют в неё играть. Настолько хорошо, что в одном единственном матче вы можете заработать более 110 очков. Даже Electronic Arts это удивит. Так что она предупредит вас, чтобы вы перестали забивать голы. Иначе вы буквально сломаете игру. Вы можете себе представить, что играете настолько круто, что разработчики вас за это ругают. Я сказал бы, что эта игра и GTA V одинаково в одном и том же году вышли, друзья. Мне до сих пор не укладывается. GTA V, она настолько современно выглядит. Не верю. Ну, понимаете? А игры, вот разработка игр, она же развивается просто нереальной скоростью. И то качество, которое они выдали на тот год и теперешнее, оно практически не отличается. Вы могли слышать, что в прошлом году вышла игра по робокопу. И она просто феноменальна. Вы полицейские, так что можете пристать к людям, совершающим даже самые мелкие преступления по типу граффити. Ты не можешь меня посадить? Я еще несовершеннолетний, я только один раз это сделал. И здесь есть несколько вариантов развития событий. Если вы сволочь, вы можете наказать уличного художника, в ответ на что он сильно разозлится. Но те, кто умеют прощать, вместо этого увидят очень добрую сцену. Один из более странных секретов таится в игре Max Payne. Во второй главе есть дыра в стене, и большинство игроков просто пройдут мимо нее. Если у них, конечно, нет гранаты. И это станет объявлением войны крысам. С этого момента все крысы, которых вы встретите на уровне, будут вооружены пистолетами. Умер от крысы. Не, ну крысам я еще не объявлял войну. Я не уверен считать крыс с пистолетами миленькими или ужасающими. То же касается мишек из Modern Warfare 3. В режиме зомби вдалеке стоит кран. Забраться на него нельзя, но его можно рассмотреть через прицел. Вы можете заметить мишку, но я бы не рекоменд... Мишки это вообще, в принципе, они Тедди Бира расставляли везде. Я, по-моему, уже где-то рассказывал. И, возможно, это тоже был на Никитун, на видосе Никитуна. Это как их местная пасхалка. Вот, я не знаю, почему Тедди Бир вот так. Он давал слишком долго на него пялиться. Кстати, о хоррорах. DMR1998 была обделена вниманием. Как и вот эта совершенно неподозрительная стена в ней. Она выглядит относительно нормально. Пока вы не пройдете ее насквозь, после чего вам откроется секретный проход. Интересно, какие же пасхалки ждут меня в конце этого коридора? Ты ожидал пасхалку? Но это было я. Стена. Мы просто очень долго думали, как вот заделать эту стену. И, скорее всего, у нас не получилось. Мы решили сделать коридор и эту надпись. Эх, вот блин. По крайней мере, в Cyberpunk 2077 вас ждет настоящий секрет. Игра полна пасхалок и секретов. И с дополнением Phantom Liberty разработчики добавили новых. Например, вот эти два кресла в случайном здании. Что в них такого особенного? Ну, здесь воссоздана сцена из Матрицы, в которой Морфеус предлагает Нео знаменитые таблетки. А там таблетки лежат? Наверное, эти самые таблетки лежат рядом на столе. Еще одна отличная отсылка прячется под водой в Duke Nukem Forever. Вам нужно лишь заплыть в канализацию, и вы увидите оторванную голову психа из Borderlands. Блин, на туре. Но я не думал, что Borderlands это прям такая культовая игра. Вы играли в Borderlands? В Hitman дела принимают странный оборот. В здании Хоккайдо есть способ пробраться на крышу. Это можно сделать только если вы одеты в костюм ниндзя. Когда вы найдете нужный наряд, проберитесь по стальной балке, и вас ждет лучший вид на игровую карту. Можно даже рассмотреть прекрасные горы и... Стоп, это Годзилла, что ли? Отсылки к популярной культуре всегда вызывают улыбки. Поэтому Bethesda напихала их во все свои игры. От Fallout до Elder Scrolls секреты есть везде. Даже в Старфилд. На различных планетах можно отыскать заброшенные фабрики компании Докстар. Если вам повезет, в одной из них будет отсылка к фильму. Возле лужи расплавленного камня будет лежать скелет с подозрительным инструментом, который сильно напоминает цветовой меч. Да, это Энакин Скайуокер после того, как Оби-Ван победил его в третьем эпизоде. В этой вселенной он, похоже, просто сгорел. Знаете, в чем еще есть отсылки к Звездным войнам? Конечно, Fortnite. Там теперь есть все. Там все просто есть. Самая, блин, отсылочная игра. Но там как будто это взяли как манеру игры, вы поняли? Надо напихать всего так, чтобы зрители кайфовали, чтобы зрители хотели прийти. Вышел на Нетфликсе фильм Аватар Легенда Абанги сериал. Давайте влепим Аватара теперь туда. Черепашки-ниндзя, черепашки-ниндзя. Вот так дальше. Кто только в голову взбредет. Например, Питер Гриффин. Если это звучит недостаточно странно, он также является боссом. И если вы его победите, вы можете увидеть секретную анимацию смерти. Блин, я пару раз его нагибал, но у меня не было времени на то, чтобы посмотреть на анимацию смерти. Baldur's Gate 3 стала одной из самых обсуждаемых игр 23-го года. И в ней находится одна из моих самых любимых пасхалок. Когда вы дойдете до, собственно, врат Балдура, там будет совершенно уничтоженная тележка торговца капустой. Вот, понимаешь, стоило вспомнить про Аватара. Это не может быть ни отсылка на Аватар Легенда Абанги о чуваке, который кричал МОЯ КАПУСТА! Похоже, разработчики большие фанаты Аватара. Как и я, собственно. МОЯ КАПУСТА! Вернемся к American Truck Simulator. Ведь если проехать по вот этой дорожке, вы прибудете к дороге из желтого кирпича. Мы все знаем, куда она ведет. Но нужно подтвердить мои подозрения. Ага, это определенно железный дровосек. Ну и Страшила тоже здесь. Проедем немножко дальше. И да, это официальный омаж волшебнику страны Оз. Вот Торнадо, вот башмачки Дороти и Радуга. А вот разработчики, которые любят тематические целостные произведения, это Юбисофт. Так что Far Cry Primal пасхалки соответствуют историческим реалиям. Если вы нырнете в воду, вы сможете обнаружить там доисторическую машину. Выглядит знакомо, да? Это же... Блин, в натуре. Я задумался об этом. Думаю, это что, Флинтстоуны? Не успел озвучить я свою догадку, как мы ее уже увидели на игре. Вы Флинтмобиль. Но если вы хотите... Причем, что я не смотрел Флинстоунов как мультик. Он то ли обошел меня стороной, то ли не показывали по телеку. А где бы я еще его мог смотреть? Ну вот у меня на Дэнди была игра Флинтстоун. Это одна из единственных игр, в которых в принципе получалось играть. Потому что Дэнди, казалось бы, старая древняя приставка, но игры там делались такие, что просто хотелось разорвать все и вся вокруг. Потому что не удается пройти, так еще и сохранения нет. Ну просто в приставке, это не предусмотрено. Хотите отправиться не в прошлое, а в будущее? Возьмите Делориан Форза Хорайзен. Если вы смотрели назад в будущее 3, вы... Столько раз, я даже не знаю, у меня не то, что... Всей моей семьи пальцем не хватит. Помните, как его разгоняли до 88 миль в час поезда? Если же Форза вас обьет поезд, то внимательно посмотрите на спидометр. Шадоу оф Мордор вас... Блин, ну это классная отсылка. А если на другой машине приедешь, не будет такого значения? Ну Делориан уже, кстати, оставляли где только можно. Но на то он и культовый фильм, обалденно. Ждет чуть менее заметная отсылка. В этой игре любой убивший ваш орк запомнит это и продвинется по службе. Есть шанс, что орку дадут титул цареубийцы. И в результате он потеряет руку и заменит ее металлической. Если вы смотрели Игру Престолов, вы знаете, в чем тут соль. Ведь это шикарная отсылка к цареубийце Джейми Ланнистеру. А во втором Человеке-пауке слишком много моментов, о которых можно было бы поговорить. Но один из моих любимых... Это же Марвел, там отсылаться и отсылаться. ...бимых это спойлер. Так что можете промотать секунд 10, если еще не прошли игру. Для того, как Веном откусит голову Крейвена, вернитесь в локацию и его ожерелье будет лежать на полу в луже крови. Когда игры серии успели стать настолько жуткими? Но это не так страшно, как то, что творится в Литл Компани. Эта игра завоевала огромную популярность и она до безумия веселая. Если бы в ней можно было играть больше, чем 4 человека, вы бы знаете, с кем я поиграю. Каждая локация процедурно сгенерирована, так что вы никогда не пройдете два... Или там можно. Если можно, обязательно пишите, сколько ограничений по количеству персонажей. Было бы классно, если бы около 8-10, тогда мы зарубимся с ребятами. Я предложу... ...по одному коридору. Но в игре есть локации, которые время от времени повторяются. Например, закулисье. Кстати, о новых играх. Вышла Super Mario Bros. Wonder и она просто шикарна. Игра полна деталей, но особенно радуют говорящие цветы, дающие советы. Однако, если они вас бесят, то можно отключить их голоса в настройках. И им это совсем не понравится. То же самое случается в Spongebob's Truth or Square. Только там ваш выбор будет обсуждать все персонажи. Планктон не единственный, кто ест поддельную еду. Ведь у Хейла немного странное отношение к сэндвичам. Так что вас не должно удивлять то, что в Infinite вы можете пройти через поломанную дверь и найти голограмму самого аппетитного сэндвича, который вы когда-либо видели. Столько игр здесь названо, о которых я не то что не знал, никогда даже не слышал и представить себе не мог. А у меня есть игровой канал. Было бы больше времени, конечно, было бы больше времени. Я бы обязательно все попроходил. Оно все такое, блин, интересное. Все так манит. О, ма гад, это же... Ммм, это рандомный комментарий. Для самых лучших, самых крутих, самых невероятных подписчиков. Все, верно, это про тебя. Отписывайся в Телеграм и на игровой канал. И это не единственная игра, где есть отсылки к прошлым частям. В одном из заданий GTA 5 спрятана пара машин. Если внимательно посмотреть на номерные знаки, вы увидите именно Ника и Романа из GTA 4. А еще объявления о розыске Ника разбросаны по всей карте. Вернемся к The Talos Principle, в которой есть праздничная пасхалка. Если вы найдете пуговицу и принесете ее владельцу, Снеговик вас поблагодарит от всего сердца. Хей, ребят! Не по сезону, но пускай. Какие безумные секреты в играх находили вы? Обязательно пишите и описывайте свой игровой опыт в комментариях под видео. Мне кажется, что все, что бы мы, например, с вами лично не находили, мы скорее где-то вычитывали и повторяли. И типа, блин, я играю сейчас в эту игру, надо найти. Либо уже Никитун об этом тысячу раз говорил. Давайте будем честными, такой уж канал. А это было 28 пасхалок в играх от канала Никитун. Если вам понравилось, смотрите их вместе со мной, обязательно тыкните лайк. А также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Забегайте в мой телеграм и на тот самый игровой канал. А с вами был Дима, типа топ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok